Привет, ребята! С вами Сойер, и сегодня мы будем разговаривать про компьютерные очки. Пару месяцев назад я приобрел себе такие, для того, чтобы бороться с синдромом компьютерного зрения. Я думаю, все знают, что сидение за компьютером приводит к сухости глаз, ухудшению зрения, усталости глаз, дискомфорту. Все это называется синдромом компьютерного зрения. Штука неприятная, потому что все мы проводим за компьютером очень много времени, и хотелось бы как-то это негативное влияние от монитора компенсировать, убрать, уменьшить. Если вы обратили внимание, у меня всегда красные глаза, как раз потому, что я подолгу сижу за компьютером, и на самом деле вот очки в этом плане мне не помогают. Скажу сразу, я ношу их уже пару месяцев, и реально нет результата так, чтобы у меня исчезли красные глаза. То есть в этом плане не помогло. Но очки как работают? У них есть замечательное свойство. Они покрыты специальным слоем, который не пропускает спектр синего цвета и фиолетового. Считается, что именно эти спектры наиболее негативно влияют на ваше зрение. Видите, они даже отражают от монитора именно в этом спектре часть излучения. Второй момент, они не пропускают ультрафиолет. Тоже негативно влияющий на ваше зрение. Третий, они антибликовые и тем самым выравнивают яркость изображения на мониторе. И за счет этого создается ощущение, что картинка становится более четкой. На самом деле, естественно, никакой четкости за счет использования диоптера здесь не получается, потому что это нулевки. У меня как бы со зрением пока, слава богу, более-менее нормально, я не хочу убрать какие-то другие очки. Вот. Купил я эти очки в аптеке за полторы тысячи. Меня посмотрели зрение, сказали, что вот они мне подойдут. На самом деле, сейчас я уже думаю о том, что нужно брать более дорогие, более качественные очки. И в первую очередь это связано с оправой. Вот эти тонкие дужки, которые есть на этих очках, они мне не нравятся тем, что они пропускают достаточно много света. То есть более толстые дужки, они позволят заблокировать часть света, которая идет вокруг очков. И тем самым уменьшить такой эффект, который здесь появляется при некоторых углах зрения, когда твои глаза отражаются во внутренней поверхности очков. Вот это неприятная штука, и мне хотелось бы найти очки, которые бы этим не обладают. Потому что, ну, иногда неприятно видеть собственные глаза в отражении. Это раз. Второй момент, сама по себе оправа хлипкая и может легко сломаться даже. Я сейчас использую их не очень долго, понимаю, что она ненадежная. Второй, третий момент уже получается в том, что я хотел бы немножко получить большую гарантию отношения стекол. Несмотря на то, что я купил очки в аптеке, несмотря на то, что они вроде как соответствуют и сертифицированы, у меня нет ощущения того, что это хорошие стекла, потому что они, ну, тупо говоря, дешевые. Я хочу взять себе нормальные очки с нормальными стеклами, где будут все сертификаты, чтобы уж наверняка не испортить все зрения. Хотя это скорее психологический эффект, потому что я, когда начал носить эти очки, поначалу мне было сложно. То есть я привыкал к самому факту, что у меня на лице постоянно находятся эти очки. Ну да, я носил до этого солнцезащитные очки, но это совсем другое. Там, в общем-то, не так долго я их ношу, как кажется. Здесь же я по многу часов провожу в очках, и мне было дискомфортно. Но к тому моменту, как я привык к тому, что у меня на лице есть очки, я стал замечать, что я уже не могу без очков сидеть за компьютером. То есть поначалу мне было как-то неудобно, дискомфортно, но это было в основном связано с самим фактом наличия очков на лице. Сейчас же без очков мне не нравится картинка, мне не нравится состояние, ощущение моих глаз. И я стал замечать, что таки да, к вечеру после целого рабочего дня в очках, которые я все равно периодически снимаю, потому что устает переносица, это как бы, к сожалению, не могу этого эффекта убрать. Но так или иначе, к концу дня я не чувствую такой усталости, как раньше. И когда тебе легче, когда тебе комфортнее, ты инстинктивно начинаешь стремиться к этому состоянию. Поэтому я одеваю очки уже просто потому, что мне в них становится комфортнее. И в этом смысле действительно очки обладают хорошим расслабляющим эффектом, заметным расслабляющим эффектом, но при этом нужно понимать, что все равно они не являются стопроцентной панацеей. То есть глаза так или иначе устают, хоть и устают меньше. Сухость глаз стопроцентно не пропала, я даже не уверен, что она стала меньше, потому что по ощущениям я так периодически капельки закапываю, чтобы смочить глаза. Но не скажу, что прямо стало отлично в этом плане. Но вот именно расслабление глазных яблок, мышц, которые их поворачивают, заметно. Потому что смотреть на монитор стало легче. Вот эта напряженность, которая раньше была, она ушла. Поэтому я считаю, что компьютерные очки это не совсем профанация, хотя это и не серебряная пуля, которая решит все проблемы. И самое важное, они могут создать проблемы, если вы будете их брать некачественные. Вот я еще раз говорю, я не уверен в качестве этих очков, и меня это немножко гложет, хотя положительные эффекты наблюдаю. Поэтому всегда нужно их проверять, нужно проверять свое зрение, нужно искать причину вашего дискомфорта. Потому что на самом деле причина дискомфорта, которая есть с вашим зрением, может быть связана не с тем, что вы сидите за компьютером, и тогда эти очки вообще вам ничем не помогут, а только замаскируют проблемы, которые нужно решать. Поэтому глаза лучше беречь, и с глазами лучше не шутить. Офтальмологи не зря кушают свой хлеб, поэтому ничего страшного сходить к офтальмологу и раз в год проверить свое зрение, в этом нет. Ну а это был Сойер, я попытался рассказать о опыте использования очков, о своем впечатлении, брать ли вам свои очки, решать вам. Спасибо, что слушали, до свидания.